Сейчас я вам расскажу лайфхак, который вы не найдете на просторах интернета. Я тут единственная девушка, мне некомфортно. Кто не знает, Дамир сыграл спин по 100 долларов, ему выпал миллион долларов. Никто не приходит! Доброе утро! Сегодня понедельник, и я приготовила себе, наконец-то, завтрак. Наконец-то! Потому что я уже очень давно не готовлю, а постоянно мы заказываем еду в ресторанах. Так избаловалась, что перестала готовить. Так вот, решила сегодня себя взять в руки, приготовила завтрак, и посмотрите, что получилось. По-моему, очень миленько! Вот такой вот омлетик внутри колбаска, помидорки и плавленый сыр. Выглядит вообще, по-моему, очень круто. Сейчас буду завтракать, и вам тоже желаю приятного аппетита, и чтобы у вас потекли слюнки, и вы захотели тоже такой омлет. Короче, в моем понимании в жизни всегда было так, что у любой девушки должны быть длинные волосы, потому что это признак женственности. Единственный момент, может быть, во втором классе мне обрезали волосы вот так вот, потому что мальчик принес в школу в шею, и мы могли с моих длинных ловоз их вывести просто-напросто, и обрезали их вообще очень сильно. Это было для меня горе, но сегодня я иду осознанно подстригаться коротко, потому что у меня очень плохие волосы, и я решила их таким образом заново вырастить, ухаживать за ними и так далее. День начался как обычно, я сделала пару бытовых дел и отправилась на стрижку. Главной сверхзадачей было все-таки выглядеть красиво для себя, ну и устроить сюрприз Толе, когда я к нему приеду. Значит, посмотрели мои волосы, сказали, что не все так плохо, как я думала. Посмотрим, что у нас у него получится, а пока я вот переживаю. Сейчас сама буду резать себе волосы, никогда так не делала. Волоси, Верс, так красиво! Спасибо большое, мне очень понравилось. Вот всем, всем, как я мечтала. Все, что-то, шикарные кончики. Я думаю, что мне надо было держать кресло. Думала, будет короче, но там мне тоже нравится. Смотрите, какой красивый туалет. Здесь есть карта исполнения желаний. Нужно взять иголочку и нужно будет ее прикрепить туда, где мы обязательно хотим оказаться и мы окажемся. Поскольку здесь все занято, я понимаю, почему. Я хочу выбрать Соединенные Штаты Америки. И это будет Денвер, потому что это прикольно. Я всегда мечтала там побывать, потому что мою собаку так зовут. Я выйду в Денвере. Запомнили? Я вам клянусь, в этом туалете. Записывать видео на тот момент для меня было тяжелым шагом на пути к выходу из зоны комфорта. Я говорила так тихо, что стыдно признаваться в своем актерском образовании. Но тут случилось кое-что, что подняло мою самооценку и вернуло, как говорится, на путь истины. Самый лучший в мире. У вас такие красивые губы. И у вас такие красивые сережки. У вас такие красивые сережки. Да, очень красивые, очень красивые. У вас такие красивые сережки. Нет, ни разу не постанова. У вас очень красивое кольцо. Очень красивое, красивое. Быстрее бы кольцо вот на этой руке появилось, да? Да. Ну что, друзья, сегодня понедельник. Уже вечер. Мы по-прежнему находимся в казино Сочи. Мы, в смысле я. Вот. Вылетели сегодня из третьего дня турнира КАП. Заняли 19 место. Получил я за это 1970, по-моему, условных единиц. В целом неплохо, но жалко. Первое место было примерно 36 тысяч. Серия складывается неплохо. Начало новой недели. И завтра на недельку к нам решила приехать Ульянка. В смысле, почему говорю к нам? Хрен его знает. В общем, ко мне, да? Ульянка и взять с собой Руди. И я решил, что на то, что серия складывается неплохо, сделать ей небольшой сюрприз и себе поприятнее. Переехать поближе к казино. Переехать в Мариот. Туда, оказывается, пускают скорги. Все good. Вот. И там потрясные завтраки. Так что новая неделя, новые планы. Всю неделю будем на серии. Жаль, что не разрешают снимать. Но думаю, что про казино. Точнее, про Красную Поляну. Такие ништячки. Поднимемся в горы. Что-нибудь интересное покажем. В общем, вперед. Новая неделя. С вас, как всегда, лайки и подписки. С нас классный, интересный контент. Поехали. Ну что, я заселился и уже переночевал первую ночь. И сказать честно, что несмотря на то, что достаточно дорогой отель, но я реально офигенски счастлив от того, что в первый раз за время серии я полноценно, максимально выспался. А для того, чтобы твой мозг работал правильно, классно высыпаться, это очень важная задача. И, ну, как еще не зарядиться каким-то утренним зарядом, если не посмотреть вот такой вид своего балкона, горы. Отличная погода. Да, сегодня у нас впереди будет, начинается главное событие серии. Мейн-эвент с Баином в 1100 условных единиц. Сегодня будет день 1А. Будем его играть. Попозже приедет Ульянка. Я надеюсь, что и ей, и Рудьке тоже здесь очень классно понравится. Небольшой рум-тур о том, что здесь происходит в гостинице. Какими услугами можно пользоваться, мы уже рассказываем с Ульянкой вместе. Либо она. Ну, а я пошел завтракать и в Мейн, в казино Сочи. Да, конечно, с Руди путешествовать, это вообще просто невыносимо. Вот мы стерим вот такое покрывало. Слава богу, он сейчас успокоился, резко захотел спать. Но обычно, вот когда мы садимся в машину, он первые 5 минут всегда кричит, пугает водителя, пугает всех. Бегает туда-сюда и пытается выпрыгнуть в окно. И я поэтому не очень люблю ездить в Поляну, в Адлер, потому что это час просто мучения, когда нужно контролировать каждое его действие. Во время дороги в Поляну можно заметить, что засыпаешь или начинаешь много зевать. Это от того, что постоянно меняется высота. После второго тоннеля начинается кислородное голодание, и поэтому на этой трассе так часто люди попадают в аварии. Лучшим выходом из ситуации, конечно, остается общение. В целом, разговаривать с людьми вообще полезно. Вот такой вот номер, такой классный. Толечка, спасибо, милый. Рудику тоже понравилось, он уже в коридоре написал на ковер. Мне было безумно стыдно. Я не знала, что сказать, когда это все увидели. Здорово, я дружу! Привет! Привет, мы так скучали! Привет! Приехала Ульянка, приехал мелкий. Блин, лает! Но у нас сегодня не очень сложилось. Мы не прошли во второй день Мейн-эвента, но будем завтра играть день 1Б. Надеюсь, что сложится по-лучше. А еще завтра турнир хай-роллеров. Сейчас пойдем в ресторан под названием «Гости». Друзья Толи нас сюда позвали. Слава богу, разрешили с собакой, потому что сейчас-то просто такой, ну, я любя этот, скажу, балласт, который нужно носить с собой. Всем доброе утро! Мы вообще не выспались из-за вот этой жопы. Я думаю, в принципе, весь этаж тоже. Потому что для Руди странно, что кто-то ходит в коридоре, и надо облаивать каждого. Как ты себя чувствуешь? О, да, правда? Я думала, ты не лаешь. Да, я тоже супер, поэтому не буду показывать себя. За завтраком покажу. Ой, я! Вся абсурдность ситуации в том, что госуслуги выдают QR-код только после второго компонента прививки. То есть в отель нас заселили без QR-кода, завтракаем мы без QR-кода, но просто пойти в этот же ресторан на обед или ужин мы уже не можем. За животное в Мариотте нужно единоразово заплатить 4000 рублей, но никуда тебя с ним все равно не пустят. Ну, и это еще я про казино не говорила. Надо, походу, перед тем, как зайти, поесть, взять маски надеть, да? Ну, конечно, я хочу. Ага, хорошо. Руди, давай надеваем маску. Ты реально будешь надевать? Ну, да. Добропорядочный гражданин. Конечно. А зачем ты прививку тогда делаешь? Зачем ты носишь маски тогда? Это все не поддается логике, как и все в России, поэтому не делай ничего логичного. О, все. И чего? Он погрызет комнату, значит, да? Сейчас, по-звоню, с тебя возьмем. Хорошо. Руди, позавтракаешь уголком каким-нибудь в коридоре? Короче, Толя решил позавтракать на террасе. Я ему говорю, ты сейчас охренеешь? Потому что, посмотрите, как он выглядит. Напоминаю просто. Ты еще не передумал? О, а что в бассейн? А, ну, в принципе, хорошая погода. Блин, ну я даже не хочу на улице сидеть. А что, парни слишком сильные? Тебе пледы сейчас дадут? Да какие нафиг пледы, блин? Невозможно здесь сидеть. Ну, а что делать тогда? Бэби-сифер. Вкусно позавтракали. Да, было супер. Да, мне, слушайте, так рекламировали завтраки в Мариотте, сказали максимально вкусные. Я пришла и прям прочувствовала это, знаете? Офигенное послевкусие. Блин, я прям наелась. Толь, Толь, а почему ты не рассказывал, что ты работаешь здесь? На самом деле, мы очень зря сейчас оставили Руди, потому что я теперь этим буду злоупотреблять точно. Всем приятного аппетита. В общем, я так сразу же признаюсь, на Кипре такого не было. У меня не было такой жадности, как здесь. Я опять набрала дохренищей еды, которую я не смогу съесть. Вот почему-то на Кипре я брала прям все четенько прям. Ну, там еда, наверное, выглядела не так привлекательно, потому что все-таки здесь она похожа на ту, которую мы едим почти всегда. Далее мое времяпрепровождение стало типично мамским. Мне привели еще одну корги. Пока хозяева играли, я сидела с двумя собаками. Так, нам в гости вкуснее. Привет! Привет! Ух ты! Собаки-убийцы! Собаки-убийцы! Привет! 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 Всем доброе утро! Мы вообще не высыпаемся вот из-за вот этих вот чудиков. Мы все в казино и в ресторане. Ой, и в отеле нет пакетиков, а у нас закончились. Толя нашел мне пакетики! Я их достала, да? Чтобы я убирала какашки за собаками. Надеюсь, никто из покерных игроков не увидит это зрелище. Ох уж эти мужики, как угодно их затягивай, заманивай. Они бросают тебя с детьми и идут в казино. Вот так вот. Вот так запомнили, девочки? В общем, я зашла в этот магазин, потому что это единственный магазин, куда меня пустили без QR-кода, а только по первому компоненту прививки. И я смогла здесь купить шапку первую попавшуюся и поняла всех матерей вообще мира, которые одеваются с детьми очень быстро, которые не красятся, не моют голову и вообще ничего не делают, потому что не успевают. Она мне совсем не понравилась, но понравилась больше всего из тех, которые мне не понравились. Поэтому я советую вам этот магазин как минимум, потому что здесь оказывается недорого, как я думала, и вещи хорошего качества, но на вкус и цвет. В общем, рестораны в каком-то казино. Короче, разговариваю с Катюхой по телефону, оставила малышей в номере одних. Сейчас пойду в Толик. Кто и в казино. Короче, новые правила. Меня не пустили, потому что казино теперь работает до 12. Я сейчас жду Толю с какого-то другого выхода, чтобы он пришел и отдал мне карту, потому что я ее оставила в номере, чтобы у Руди и Марго был свет. Вот хожу здесь как отброс общества. Так, ну что, из плохих новостей я только что вылетел с пятого входа в Мэйн. Я уже оброс, у меня болит поясница. Из хороших новостей наша серия пока все еще в плюсе. И у нас появилось время погулять с Ульянкой, наконец-то, с двумя мелкими. Это не Ульянка. Ульянка здесь. Ну, короче. Мало ли, кто не знал, Ульянка не так выглядит, да. Вот. В общем, походим, погуляем немножко, посмотрим, что как. И в 7 вечера у меня сегодня будет день хайроллеров. 130 тысяч фишек у меня, 50 тысяч было стартовых. Так что еще поборемся. Ну, а сейчас let's go to Красная Поляна гулять. Маргоша, давай бегом, пошли гулять. В общем, в Поляне есть огромное количество апартаментов, которые сдаются круглый год. Естественно, зимой они стоят заметно дороже. А вне сезона цена варьируется примерно около 2000 рублей за сутки. Смотрите, короче, что еще есть прикольного. Харац и Решпап. Это для любителей пивасика вообще отличное заведение. Многие там тусуются. За моей спиной бонус-слот с игровой автоматой. Никогда не играйте в игровые автоматы на те деньги, которые вы не готовы проиграть. Это борода, будете все проигрывать. Впереди мы видим печь. Это такая столовка, где ты можешь взять с собой что-нибудь покушать. В Поляне все очень дорого, но печь более-менее нормальные цены. Пойдем дальше. Я поняла, что снимать Толю мне нравится больше, чем себя. А еще говорить сразу больше хочется и показывать. Говорит и показывает Ульяна. Мы идем играть с собаками Чихуа прямо сейчас. Вчера меня угостили классным Гринтейном вот здесь. Сейчас мы будем брать и заодно узнаем, сколько он стоит, потому что я еще не знаю. Как бы то ни было, но вылетать все-таки из Мэйна обидно. Понимаешь, что куча ребят еще борется за китул чемпиона главного события, а ты уже нет. Поэтому грустинка не спадает с лица. Смотришь на эту карусель, куда ходят движения детей. Вроде начинаешь немного радоваться, но не можешь полностью отпустить свой внутренний мир. Хотя в детстве мы, наверное, намного легче прощались, так сказать, с неудачами и находили радость в чем-то другом. Напишите в комментариях, как вы абстрагируетесь от каких-то тяжелых обстоятельств в своей жизни или неудачном дне. Как переключить тумблер на позитив? Ваши советы и лайфхаки в комментариях к этому видео. Какие здесь классные детские площадки. Сверху фуникулеры, горы, красивые домишки, красивые мужчины, красивые собаки. Красивая зеленая лягушка. В общем, здесь прекрасно. За исключением того, что прогулка собаки здесь стоит 5000 рублей. Поэтому уходим отсюда. В общем, если вы думаете, что наш влог абсолютно бесполезный, это вообще не так. Сейчас я вам расскажу лайфхак, который вы не найдете на просторах интернета, который вам не подскажет ваше старшее поколение. Это реально действенная штука. Слушайте и запоминайте. В общем, если у вас есть вот такая барсеточка, которая висит на плече, да, внимание, и у вас есть собака, которая какает, и вы должны в пакетик убрать ее какашки, очень важно, не делайте это той же рукой, где висит барсеточка, потому что тогда она падает и попадает в какашки. Только здесь, только топ-контент на канале Шипит, специально для тебя. Зашла покушать в прекрасное место. Вкусный супик, вкусный пирог. С капусткой, но не красный. Все, прощаюсь с Маргошей, оставляю малышей, потому что сегодня Маргошу заберут. И идем к Толе в казино, потому что у Толи там скоро призы начинаются, мне интересно посмотреть, как у него дела. И я взяла чужой QR-код, чтобы, если что, можно было посидеть за баром. Логично, да, учитывая, что у меня первый компонент прививки. Кого это интересует? Короче, легендарная курилка-казино. В нее можно попасть через мужской туалет. Здесь офигенско круто, но ее закрывают после 12. Видимо, чтобы с улицы не было понятно, что работает казино. Поэтому сейчас здесь ажиотаж, здесь очень много людей. Ну, понятно, их всегда здесь много. Но сейчас, мне кажется, курилка имеет какой-то такой, как ценность повышенную, потому что она работает до 12. Ну, там Толя стоит, болтает, короче. Я тут единственная девушка, мне некомфортно, надо уходить. Кстати, я шла сейчас через мужской туалет вот так. Толя посоветовал. Ну что ж, я в туалете-казино. Это единственное место, где разрешено снимать, и то не факт. Толя сейчас снова на телевизионном... Вот я так и знала, что опять неправильно это слово скажу. На телевизионном столе. И очень круто, и очень приятно, когда туда заходят подписчики канала ДДХ Покер, начинают писать слова поддержки. Это так круто, я это обожаю. Я прям сижу, смотрю и на то, что происходит в жизни, и на то, что происходит в чате. Спасибо вам огромное. Это вообще, это максимально круто. Я побежала болеть за него. Стэк коротенький. Надеюсь, сейчас раскрутимся. Тихонечко, пока охраны нет, онлайн кинотеатр. Литоенько. Объявил, что не раздавить после раздачи. Думаю, что будут синхронные раздачи как раз после этого. Ну и вот Геннадий, который сразу прибыл за этот стол в роль нового чип-лидера. Стала на этой стадии, это очень важно. Продолженное от Анатолия. Один блайнд подставил. Решать через колл сыграть Геннадий. Мы смотрим Сёрн. Бабл. Чик колл донг Геннадий. Поставил два блайнда. Чик рейс? Ой, просто рейс на рейс донг. Да, понимает Анатолий то, что может там быть слабый шоу-даун и можем похвалить Анатолия за смелость. Сейчас весь чат зашипит на игру и вага, например. Сервис на втором этаже, где все играют в покер, отличный. А вот здесь нажимай кнопку, не нажимай. Никто не приходит. Время 3 часа ночи. Легкий перекусик перед сном. Сейчас пойдем спать и завтра финальный день. Доброе утро. Глеб уже снимает сторис. А мы гуляем с собачками. Встретились с семьями. Счастливые. Ну что, мы прошли финальный день турнира хай-роллеров. В игре осталось 16 человек. У нас 13 стек, но это ничего не значит. Будем раскручиваться, разрывать. И для того, чтобы быть бодрым, четким и веселым, мы с Ульянкой решили сходить в спа. Почилим сейчас. И свеженькие, бодренькие пойдем. Поднялся, поднялся, смотрите. А, это не мой пакет, не мой пакет. Это наш пакет. Наш пакет? Вот от этого. Ну что, вот такие мы. Сейчас будем спать, кайфовать. Я не знаю, что у меня на башке. Надеюсь, не все так плохо. Вообще мечтаем просто отдохнуть. Это прекрасно. А то мы не высыпались. Для тех, кто когда-нибудь был в спа, должен знать, какие качественные турселя здесь дают. Ну, у меня все окей. У меня все устраивает. Мы сходили в спа. И нам принесли наши курточки. Какая? Пакет. Ой, бля. Короче, топчик. Сила есть. Теперь будем тащить. Вариантов нет. Короче, прибежала быстро в отель погулять с Рудиком. Комповедаться с ним, потому что я в казино. Толя сейчас играет. Я очень быстро должна погулять и вернуться в казино. Слава богу, что он не понимает, что я говорю. Анатолий Никитин, Москва, 510 тысяч фишек. Ну нет. Графта подсказывает, что даже чуть больше. 325 тысяч. Че, ответил, да? Закрывает Артур. Тоже? Кто с валетом там? Ну ничего. Королящи тоже выкинули в пас. Ну что, живые карты для Артура. Чуть-чуть валет Бубей пересекает. Я обоих срезал. Срезал? Обоих. Чем? Вару, джи щечечка. Пока все мимо. Да, не по цвету, не по содержанию. Лишь два аута у Артура. В стрит нужно ловить. А уриснический приемчик войти? Нет, Артур. Удваивать, Анатолий. Не зря вставал, получается. Сработало. Я его достану, когда на стэк будет решать. Здесь решение Аллы Нелепас. Да, Аллын поставил колай. Где очень широкие диапазоны. Ну и так как здесь очень дровяная доска, да, мы видим два флеш-дрона доске. Я понимаю, я на Казанату закапнут. Решается на кол. Два к одному фаворит Анатолий, но аутов достаточно. 13 аутов мы видим у Николая. И закрывается. Для него флеш. Всем спасибо. Анатолий Никитин летает на шестом месте. А если бы я пушил, ты бы колол? Нет. Ну что, мы пришли на футбольную площадочку. Так она выглядит. Видите, какие все счастливые покеристы с утра вообще. Паш, как, разминочка у тебя? Да, да. Все нормально. А что до этого просто так стоял, пока я камеру не хочу? Ну, на камеру надо поработать. Это нормально, это нормально. У меня лишь носки сегодня специальные, футбольные. О, это вообще, это кайф. Я в футболе. Имей в виду, имей в виду. Сидим с чуваком на футболе. Нас оставили. Зачем позвали, непонятно. Ладно его, а меня. Я гуляю с собакой. Парни играют. Очень интересно. Просто пушка, вышка, бомба. Ну что, мы побегали, если это, конечно, можно назвать бегом. Очень тяжело, со всеми вредными привычками и лишним весом. Ну а со следующей недели мы вернемся в Сочи и уже начнем активно худеть, потому что нам до конца года нужно, блин, нам, что за хрень? Мне надо до конца года похудеть, наверное, минимум на 10% веса, поэтому со следующей недели реально активно уже займемся, но фу, подвигаться вообще супер, даже курить не хочется. Совсем не хотела идти в спа, мальчики сейчас там отдыхают, я очень долго собиралась, поэтому на заметку, если девушка очень долго собирается, это не всегда значит, что она старается выглядеть хорошо. В общем, смотрите, мы начали на расслабоне спа, вот здесь бассейн, вот тапочки, пашка вот у него, свежевыжатый сок яблочный. У меня тоже были в сауне, все супер, но есть одна проблема, есть вот какашка вот такая. Я хочу спать. Ульяна, ну мы же в спа, как же там не пойти, не поплавать, не попариться. Спать. Ну, такая жизнь, такая жизнь. Так, ну что, ребят, я надеюсь, я попадаю в кадр, все видели в первом выпуске классного парня, помните, в черном стильном свитере Артур Адамян с потрясающей семьей он был. И только что закончился мейн-эвент, это главный турнир серии. И как вы думаете, кто занял первое место? Конечно же, Артур Маркиросян, а это Артур Адамян, который занял второе место. Брат, я тебя, конечно, уже поздравил, но давай сделаю это на камеру. Во-первых, ну серьезно, это твой бест кэш? В офлайне, да. Что дали? 69, ну почти 70. 70 тысяч, а за первое 100 дали? 102. Брат, ну я не могу спросить, а самое крутое, я знаю твою историю, как ты вообще этот мейн сыграл, можешь рассказать? Коротко? Ну типа да, приехал ты из Ростова. А, блин, короче, родился я в Боржоми, в Грузии, в 86, это коротко. Если чуть углубленнее, то мама моя родилась, ладно. У меня с собой там было, по-моему, 16 тысяч на карте и 3 тысячи на казиношной карте. Я думаю, что делать, пойду пока, думаю, слот какой-нибудь погоняю. И пошел слот, засунул, получается, 3 тысяч, он дал там 57 и плюс того-того, как раз на Боин, короче, получилось. Я думаю, ну это знак, что делать. И пошел, вот из этого патрона второе место. Все, ты мне скажешь, что это был за аппарат? Да, внизу возле Баффета там третий. Что ты скажешь ребятам, которые захотят повторить твою историю? Это смертельный номер, не советую, не советую. Только армяне в Сочи могут его? Только, да, только такие. Хорош, брат, как хорошо. Просто красавчик. От души, от души. На днях, если будем праздновать во вторник, значит, все зрители приглашены. Вот, единственный нюанс, видео выйдет в среду. Поэтому, в общем, если успеете, подтягивайтесь. Да, хорошо. Ну а вечером мы огромной компанией собрались праздновать победы. Как вы считаете, бейкерить иностранцев выгодно? Хороших, да. Хороших, да. Да, мир. Вы вышли на финал Кумейна с самым коротким стеком. Сколько было блайндов? Предпоследним стеком. А, предпоследним? Мы начинали уровень 30-60, у меня было 760 тысяч, то есть 12 с половиной блайндов. Так, какое место ты занял? Третье место. Третье место. Сколько получил? 48 тысяч. Это для тебя бесткэш офлайне? Да. Серьезно? На сколько ты доволен? Это не просто бесткэш, это первый финальный стол мейна за 4 с половиной года офлайн. А как ты считаешь, ну типа по 10-балльной шкале насколько это круто? Это очень круто, просто на 12 тысяч. Окей, а как ты считаешь, насколько ты заслужил? Бэй, я так не думаю. Как только я начинаю так думать, я заливаю просто по-черному. Когда я думаю, вот я заслужил, мне должны там столько заносов, сразу. Ну смотри, многие ребята, кто увлекается покером и прям в покер на теме, не все такие нас смотрят, но все же считают, что ты крутой игрок. Ну это объективно. Кстати, не все. Многие считают, что я периапа, играть не умею. Но как можно быть периапом, если за 4 с половиной года ты не доезжал так сильно? Ну вот, я тоже так думаю. Согласись, глупое сочетание факторов. Но зато мне спин упал, типа компенсация. Да, ребят, кто не знает, Дамир сыграл спин по 100 долларов, ему выпал миллион долларов. Я его проиграл. Да, и он его проиграл. Но тому, кто проигрывает спин, которому выпадает миллион долларов, получает 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов. Блин, как я не складываюсь, братан, как я не складываюсь. Самый невидующий. Все, по кайфу, поздравляю тебя с третьим местом. Конечно же, все празднуют победы. Ведь покерная комьюнити не покерная комьюнити, если ты не отмечаешь заносы со своими друзьями. Шипит! Ну, поскольку этот влог мой, в этот раз рассказываю, что было. Мы потусили классненько. Ну, кто-то классненько. Мы, девчонки, не очень, потому что музыка долбила. Мы не хотим обсуждать покер, поэтому мы просто сидели и курили кальян. Вот, сейчас мы собрались идти в караоке. Караоке называется All In. На минус первом, кажется, он на этаже Мариотта, отеле Мариотта. Руди спит. Может быть, не спит. Я за это очень переживаю, но я пообещала Дамиру, забатлиться с ним, спеть какую-нибудь песню вместе. Короче, Дамир, Дамир, очень хочет с тобой спеть в караоке на минус первом в Мариотте. Витки два. Витки два. Афигантка! Вот это вот, знаешь? Поэтому смотрите дальше, что будет. Снимать, естественно, было нельзя, но потом мы отдыхали так, и вот так, и вот так. Так, ну что, после вчерашнего, конечно, немного тяжеловато. Виновник вчерашней вечеринки был Алекс Шепель. Отличный парень из MVP, который отобрался со 100 долларов сателлит на сателлит за 1000 долларов, с 1000 долларов на турнир за 10-300. Занял там третье место и показал очень крутую игру. В общем, мы вчера праздновали, да, и поздравляли его с этим событием. Было весело, круто, классное окончание в офлайн-серии. Сейчас мы пошли взять каршеринг. Так, в этот раз это вот такой Мерседесик, Джилла. Сейчас заедем за Ульянкой и за Руди и поедем уже спокойненько в Сочи. Так, вот здесь салончики, прикольно. И, кто не знает, самое кайфовое, что коробка у Мерседеса всегда вот здесь на руле. Очень удобная штука. Ну что, ребят, вот и закончилась неделька. Пролетела она реально достаточно быстро, но, по-моему, очень крутая получилась. В общем, я тащу. Я себе сейчас вот все записал, посчитал. Я набоинился на 17 тысяч 475 условных единиц и призовых получил на 31 тысяч 850 условных единиц. Получилось у меня за серию чистый профит 14 тысяч 375 условных единиц. Понятно, что были еще расходы на жилье, на кайфушки и так далее. Но, в общем, серия прошла вот такенский. И вообще, как-то так сложилось, что куча ребят натащили, с кем я общаюсь. Вот Артур Адамян второе место занял, Дамир там. Третье. Паша даже, кавалетка, вчера умудрился выиграть баунди по тысяче. Ну, короче, все четко. Серия прошла классно. И, значит, хочется вам задать вопрос, в том числе сделать кайфашный розыгрыш. Значит, смотри, что разыграем. Разыграем фишечку казино. Красненькую, вот такую, номиналом 5 долларов. Точнее, 5 условных единиц. И самый офигенский приз. Смотрите, коробочка черная. На ней написано «Красная поляна и горная зона». И вы сейчас не поверите, когда мы ее откроем, там тоже самое будет написано. Там тоже самое написано. Вот такой офигенский красный блокнот вместе с ручкой. Идея конкурса такая. Пишите в комментариях, в общем, какие предметы или какие обряды или талисманы помогают вам привлекать, так сказать, удачу. У покеристов есть какие-то всевозможные карт-протекторы, да, там такие статуэточки. От чего вам везет? Самые классные оригинальные вещи. Если вдруг у вас такой нет, подумайте, какую бы вы хотели и напишите. Среди ваших комментариев мы разыграем эти классные призы. Вот, возвращаемся в Сочи, да, милая, как тебе понравилось вообще в Пене? Да, понравилось. Понравилось, по кайфу. Последний день особенно понравился. Последний день был веселый, да. В общем, нормально было. Нормально было? Не надо было пить. А я не пил, что практически. Какие планы на предстоящую неделю? Во-первых, начать все-таки худеть. Я хочу написать там опять своему тренеру по теннису. Вот, и будет много работы по курсу для ДТХ. Надеюсь, что немножечко схуднем. Можете худеть вместе со мной. А, ну и конечно же, конечно же, мы понимаем, что раз вы досмотрели это видео до конца, значит, оно вам по кайфу зашло. Но Ютуб оценивает по кайфу зашедшие видео только если вы поставили лайк, написали комменты, проявили еще какую-то активность. Поэтому будем признательны, если вы это сделаете, не забывайте, в общем, все эти ништячки делать. Возьмем, я хотел просто сделать овощный салат. Какой овощной салат, блин? Тут уже давно салатов не продают. Ой, не продают? Жаль, жаль. Какое еду нельзя есть. Уже все. Ты же сказал всем, что такое дело. Здрасте. Можно мне, пожалуйста, маккомбо с двойным чизбургером без огурцов, картошкой по-деревенски, кола и дайте еще, пожалуйста, два сырных соуса. Ты что, не дебуешь? А, я бы то есть все. Ульяна, ну давай вот честно, что все-таки романтичнее? Ночь в Мариоте, либо Макдак в автомобиле? Однозначно, сколько бы я ни говнилась, все равно это было очень приятно, сейчас кормить Толю, блин, через эти гаишники, короче, всем пока.